Сегодня Стефан подробно поговорит, расскажет вам о периодизации, о том, о чем я вам постоянно талдычу, что периодизация очень важна, что периодизация имеет основной, главный смысл тренинга, она нужна для того, чтобы прогрессировать, для того, чтобы сохранять здоровье и, наверное, чтобы разгружать системы организма. Но Стефан сейчас все хорошо вам расскажет и покажет на графике из своей книги. Физкульт, привет, друзья и ученики! Я снова в гостях у Стефана в Кайзер-юниверсити. Всем привет! Кто еще не знает, если вдруг есть такие люди, Стефан является профессором, он сам спортсмен, он также сотрудник лаборатории Виктора Николаевича Силуянова, был учеником Виктора Николаевича, работал совместно с Виктором Николаевичем. Также Стефан 8 лет подряд был одним из главных тренеров American Top Team и является также консультантом сайта fit.samba.ru. Обращаю на это ваше особое внимание, заходите на этот сайт, найдете очень много полезной информации. А вообще, кто хочет больше знать, наберите в гугле Стефан Диэс и почитайте, чтобы вы понимали, какого уровня человек какими знаниями обладает. Именно поэтому я стараюсь как можно больше этих знаний получить сам и поделиться с вами. Хочу напомнить вам, что вышли в свет две мои книги, отдельно для девушек, отдельно для парней. Серия FAK FITNESS. Вы обязаны изучить эти книги, если вы являетесь персональным тренером, инструктором, если вы хотите получать грамотные знания о том, как правильно начать тренироваться. Чтобы не навредить себе и самое главное, чтобы вы шаг за шагом, ступенька за ступенькой поднимались, улучшая свое здоровье, качество своего тела. Эта информация будет, теперь уже будем смотреть, это связь от последней книги и примерно 8 лет работы с чемпионом UFC и несколько спортсменов и разные виды спорта. И все эти информации я получил сначала от Лев Павлович Матвеев, великий русский ученый, уже смешно с знанием, которое получилось у Виктора Николаевича Силуянов, тоже наши русские ученые, Евгений Борисов Микинченко и тоже Платонов. Поэтому посмотреть, если у вас не была такая информация, именно эти книги. С них нужно начать, если вы хотите быть грамотным инструктором, тренером или просто разбираться в том. Наверное, сюда можно еще Верхошанского добавить. И все, Верхошанский очень хороший. Ну что, пойдем к доске. И все. Окей, теперь, чтобы все понимали о периодизации, что мы должны посмотреть. Есть кривая, это очень известная кривая, называется Force Velocity. Это силовая, скоростная кривая. Сила, суда и скорость. Здесь, например, ноль. Если начинаем, что происходит с этой кривой? Это связь. Связь обычно просто силовая, скоростная кривая примерно похожа на этой линии. Это означает, чем больше вес, чем ниже и скорость. Очень простой пример. Иди в тренажерный зал, поставь очень большой вес, нажим лежа. Ты будешь посмотреть, что будет двигаться очень медленно. Убирай вес. Ты будешь посмотреть, что сила меньше, но затем скорость больше. И получает, когда максимальная скорость, вес практически ноль. Без веса очень быстро двигаемся. Окей, это силовая, скоростная скорость. Но затем, есть профессор от университета Майами. И что он думал? И тоже мой партнер, Хуан Карлос Сантана. У нас несколько работ вместе. И несколько чемпионов тренировали. Один известный, который сейчас живет в России, Джефф Монсун. Очень много тренировали Джефф Монсун. И много-много спортсменов. Что делать? Начинает от старта. Что это старт? Это как мы сделаем сурфинг. Знаешь, когда сурфинг на волне, это примерно как вольно. И старт начинает. Идет. От старта. Это означает, что вес не очень высокий. И скорость не очень высокая. А после этого идет в гипертрофии. Гипертрофия означает, что вес чуть побольше. Если вес чуть побольше, и скорость будет меньше. Работа несколько недель. Сколько скажу, сколько недель должен работать. Идет уже на максимальная сила. Когда максимальная сила, это, конечно, скорость будет низкая, но вес очень большой. И после этого начинает, как по вольному, когда сурфинг идет, и сурфинг идем, и у нас есть посредственная сила. Это означает, что вес уже поменьше, но максимальная скорость. Идем к силовая выносливость. Силовая выносливость. Это когда ты уже не просто делаешь вес достаточно хороший очень быстро, но повторяем это. И новый, и новый, и новый. И сделаем несколько подрядов без утомлений. И тогда мы готовы. Если мы говорим о спортсмене, если ты следишь по этому примеру, за три месяца, гарантируем, можно достичь очень хороший результат. Но примерно как происходит. Мы будем работать. Если человек уже имеет какой-то опыт, две недели сюда. Пошел отпуск, каникулы, отдыхал, две недели, чтобы организм обратно работал. После этого человек уже в спортсмене хочет набрать много массу. Тогда может быть еще две-три недели работать на гипертрофии. Идем на максимальную силу. Максимальную силу именно четыре недели должны работать. Сырьевная сила. Можно еще три недели работать. Можно сюда в середине сделать переходный период за неделю. Потом идет силовая вносливость. Еще три недели. И он готов. И примерно получается. Три плюс один. Это уже месяц. Три с четыре. Это еще месяц и половина. И если либо на старт, либо на гипертрофия. Чуть больше три месяца. Человек уже готов к старту, к соревнованию. И это, если вы прочитаете книгу Лев Павлович Матвеев. Он именно говорит о том, что достаточно три месяца, чтобы человек быть в спортивном форме. Но это не означает, что я сел на диване три месяца и начинаю, за три месяца буду готов. Нет, конечно нет. Я постоянно на подержании тренируюсь примерно две, три раза в неделю. А уже писал контракт. Будет соревнование. Окей. Теперь у меня примерно за три месяца я готов к выступлению. Что делаем? Обязательно. Не больше четыре недели для каждой фазы. Если нет, очень долго, очень длительно. Можно так делать, можно. Но затем надо аккуратно, очень аккуратно. Надо, чтобы человек не перетренировался. Очень главное здесь. Если человек сделал кэмп, сделал кэмп сезона. Это как макроцикл сделали, да? Если человек тренируется подряд с большим интенсивным, больше трех месяцев, большой шанс он будет перетренироваться. Поэтому такой же пример он может сделать. И что происходит здесь? Готов либо к соревнованиям, либо к старт, каникулы, отдыхал неделю и сделаем снова, начинаем от старта и круг сделаем. Есть несколько вариантов после этого. Либо блок, как в Иркушанске, либо linear periodization. Это означает, что объем большой, интенсивность низкая. И следующее сделаем другие видео. Поэтому, но в принципе, этот модель очень хороший и можно получить хороший результат в такой модели. Если у тебя не спортсмен, соревнований не будет, а как еще это сползовать? Такой модель начинается с старта, но затем, если у тебя нет опыта, как у профессиональных спортсменов, тогда побольше. Тогда получаем примерно 4 недели суда. Это означает, что вес не очень высокий и скорость не очень высокая. Идем, переходим на гипертрофию. Тогда работаем. Можем 4 недели работать, 1 переход на неделю сделать в середине, 1 переход на неделю. После этого, 4 недели работы на гипертрофии, либо 6 недель максимум. И сделаем еще переход, неделю переход. И работаем 4-6 недели. И тогда человек будет чувствовать хорошо, мышец будет расти, он хорошо чувствует. Можно сделать сюда едино-всервяная сила, но силовая выносливость, но это необязательно. Потому что, если человек, например, не спортсмен, не профессиональный, может быть, он получает травму. Потому что здесь, это мы будем работать с большими весами, достаточно большими, но очень быстрых движений. И поэтому техника важна, и это уже другие детали. Но, в принципе, если ты не спортсмен, только эти первые 3 мезоцикла достаточно. И это примерно за 3 месяца. Поэтому, если вы уже на ходе, в какой-то районе, что вы тренируете примерно 2-3 раза в неделю, уже больше 6 месяцев, можно все это получить за 3 месяца. Хорошая форма. И как я сделаю, у меня обычные ученики тоже бывают. Окей, что ты хочешь? А у меня будет свадьба через 3 месяца. Нормально. 3 месяца это наш макроцикл. И считаем от конца до начала, посмотрим, сколько недель у нас есть. И планируем так. И тогда идет старт, потом гипертрофия, максимальная сила. Пум, готов. Окей. Если у вас будут потом вопросы, мы ответим на следующее видео. Друзья, Стефан показал нам такую универсальную модель макроцикла. И которой вы можете пользоваться. Преимущественно, наверное, это все-таки для единоборств, для борьбы, для бокса, для самбо. Возможно, для велоспорта, для лыжных гонок. Да, есть несколько спорт, которые... И зависит, конечно, Стефан на это обращал ваше внимание, я просто хочу тоже еще раз затронуть. Зависит очень многое вот в этом макроцикле от его длины и от длины в каждом из микроциклов, от вашей подготовленности, от ваших целей и задач. Подойдет ли такой график для тех, кто занимается силовыми видами спорта? Тяжелоатлетика, бомблифтинг, это тоже хорошая модель, да? Да, для тяжелых тоже самое. После каникулы он начинает от старт, идет в гипертрофии. Обычно они не делают, потому что они думают, что не важно. А если смотреть все старые видео Витару Николаевичу, сказали, да, важно, конечно, потому что больше гормон выделяет, больше анаболизма идет, они достигнутые будут становятся сильными. И можно сделать гипертрофию тоже. И тогда идет на максимальную силу, и последней будет соревнованная сила, они готовы к соревнованиям. Так, на силовое ветоство не надо, потому что до пауэрлифта, например, либо тяжелый атлетик, он должен один вес на максимум показать на соревнованиях. Даже не здесь, наверное, а на соревнованиях. Это все очень важно, поверьте, я сейчас с помощью Стефана тренирую двух боксеров, чемпионы Азии, довольно-таки высокий уровень, но их тренер из старой советской школы, который в науке ничего не знает, то есть бери больше, пахай, умирай как лошадь, то есть это, в принципе, не дает такого грамотного развития и зачастую даже, может быть, понижает уровень спортсмена. Мы немножечко, немножечко сейчас только затрагиваем один из макроциклов, микроциклов, который Стефан помог мне расписать. Я вам покажу это видео, и уже через три недели люди говорят, что они очень почувствовали, как физика улучшилась. А почему? Потому что когда наука начинается и практика связаться, хороший результат, они уже хорошие спортсмены. Они очень высокого уровня. Уже хорошая генетика. Надо управлять, как мы скажем здесь, если управляет хорошо, человек будет чувствовать очень, очень супер. Но затем деталь здесь. Почему тоже важно именно для обычных людей, для фитнеса, для персональных занятий, потому что мне скучно. Тогда ты меняешь программу примерно каждый месяц. Если у тебя есть, у меня есть ученики, которые я тренировал пять лет подряд, им не скучно, потому что я следил примерно так. Потом каникулы, либо на перерыв, либо гуляли, либо отпуск. И начинаем снова. И каждый месяц меняем программу очень интересные люди. Вау, это супер, я так и не сделаю. И получаем результат. В следующий раз я попрошу Стефана, чтобы мы расписали точно такой же микроцикл, макроцикл с микроцикл. Да, именно для бодибилдинга до фитнеса. Потому что он чуть-чуть, наверное, будет отличаться от... Все-таки специфический вид спорта. И я думаю, мы сделаем для вас это видео. Стефан, спасибо. Было очень интересно. Увидимся, друзья, уже скоро. Давай. Ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. И Стефан обязательно на все интересные вопросы ответит. А я в комментариях отвечаю вам на все ваши вопросы. Не забудь, наш сайт fitzsamo.ru и лабораторию Витар Николаевич Силер. Да, все будет в описании к видео. Всем пока. Всем пока. Я получаю продукцию и сам ее использую. Вы знаете, что у меня проблемы и с грыжами, и протрузии. Но самые большие проблемы это плечевые суставы. Мне очень хорошо помогает. И вы знаете, я не стану рисковать своей репутацией, советовать вам что-либо, что не принимаю, не использую сам. Попробуйте и вы. Тем более, что у вас все это разрешено. Еще, друзья, мне очень много пишут, как принимать ААС. Расписывают курсы, просят советов. Но так как вы знаете, что на YouTube я этого делать не могу, потому что канал заблокируют. У меня к вам предложение. Давайте будем раз в неделю встречаться у меня в Instagram. И там я вам буду рассказывать в прямом эфире, говорить, как, кто принимает какие препараты. И буду делиться тем, как и что принимаю я сам. Такая информация очень ценная. Она будет абсолютно бесплатна для вас. Единственное, это все будет именно для ознакомления. Тем более, вы знаете, что мой канал для натурального тренинга. Я буквально недавно сам перешел на темную сторону. Ну что, друзья, Animal North Drop настоятельно рекомендую. Все ссылки на сайт и другие источники будут в описании к данному ролику. И не забудьте по промокоду HEAVYMETAL вы получите 10% скидки. Оставайтесь всегда здоровыми и продлевайте здоровье своих суставов. Субтитры сделал DimaTorzok